В 1919 году был образован Коминтерн, еще он называется Третий Интернационал, кратенько от предыстории. Еще во времена Маркса и Энгельса был образован Первый Интернационал, это союз партий, прокоммунистически настроенным, туда в том числе и анархисты входили. Этот союз был еще образован при Марксе Первый. Тогда в Европе были очень бурные события, и они привели к тому, что Интернационал раскололся и союз распался. Вот такая вот нехорошая судьба настигла Первый Интернационал. Чем он знаменит, это мы все, думаю, в курсе. Есть у нас книжка о манифест коммунистической партии, она была как раз написана Энгельсом и Марксом к этому мероприятию, к этому Интернационалу. Что значит Интернационал? Это Интернациональный союз, то есть все нации выдвигали свои партии, которые, собственно, и собирались в один общий совет. Вот. Время шло, события менялись, в итоге настал опять вопрос, что надо всем левым объединяться, и так был создан второй Интернационал, то есть второй союз левых организаций. Он, собственно, когда создавался, было более-менее уже понятно, что капиталист в своем развитии дошел до той стадии, когда скоро будет вот-вот буквально на днях новая, точнее тогда еще это была Первая империалистическая война. В принципе, никто не знал, что герцога, наследника австрийской короны убьют, но к чему это все приведет, из чего примерно все начнется, было известно. Поэтому второй Интернационал для чего собирался? Главная цель была его, что в случае начала мировой войны все левые партии, те, которые сидят в парламенте, начнут блокировать в парламентских прениях все попытки развязать войну. Они будут выступать против выдачи кредитов на войну, против развертывания войск, против мобилизации. С другой стороны, рабочее движение, которое поддерживало Второй Интернационал, они собирались устроить массовые забастовки и блокировать, прежде всего, железную дорогу и морские перевозки. Войска тогда двигались в основном по железным дорогам, других путей не было. И, грубо говоря, собирались устроить массовую всемирную забастовку, которая сделает войну невозможной. Но когда разгорелась Первая мировая война, ура, патриотизм нас победил. И практически все партии, которые входили во Второй Интернационал, решили, что мы свои вопросы будем между собой потом решать. А сейчас мы должны объединиться вокруг своих правительств, вокруг своих буржуазий и, соответственно, свои революционные настроения отложить. Единственными практически, кто почти в полном составе от этого отказался, это были большевики. То есть большевики продолжили стоять на позициях Второго Интернационала. На прошлом занятии мы разбирали такую вещь, как лекции Сталина о ленинизме. Там он практически в каждой лекции, этот Второй несчастный Интернационал, пинал как только мог и объяснял, почему он был неправ и в чем. Кроме большевиков, там были еще кое-какие левые, но это были единичные случаи. Допустим, Роза Люксембург тоже многие слышали. Это как раз немецкая коммунистка, которая тоже отказалась поддерживать свое правительство в грядущей войне и объявила, что остается на позициях Второго Интернационала. Был еще один лидер во Франции, он, к сожалению, тоже, хоть и выступал против, но недолго. Местные ура-патриоты его за это дело убили. Соответственно, с началом Первой Мировой и Второй Интернационал тоже кончился. И после того, как Первая Мировая закончилась и опять стал вопрос о всемирной революции, опять поднялся вопрос о создании Третьего Интернационала. На этот раз была уже Советская Россия, тогда еще не СССР, пока еще Советская Россия, которая это дело решила взять в свои руки и активно этому делу способствовать. То есть с опорой на Советское государство, на Первое Советское социалистическое государство, начал образовываться Третий Коммунистический Интернационал. Он еще называется Коминтерн. Просуществовал он до 43-го года, образовался в 19-м, как раз в марте месяце, поэтому у нас сегодня конференция в честь столетия его образования. Вопрос о том, почему стали объединяться коммунисты всего мира, какую-то единую организацию. В этом вот главный вопрос. Не то, что там, мол, вот давайте нас много и мы попробуем одну. На этот ответ, на этот вопрос, ответ дал сам Ленин в своих работах. Вот что он писал по поводу, что такое классовая борьба. Я вам зачитаю вот его. Мы все согласны в том, что наша задача – это организация классовой борьбы пролетариата. Но что такое классовая борьба? Когда рабочие отдельной фабрики, отдельного ремесла вступают в борьбу со своим хозяином или со своими хозяевами. Есть ли это классовая борьба? Нет. Это только слабые зачатки ее. Борьба рабочих становится классовой борьбой лишь тогда, когда все передовые представители всего рабочего класса всей страны сознают себя единым рабочим классом и начинают вести борьбу не против отдельных хозяев, а против всего класса капиталистов и против поддерживающего этот класс правительства. Только тогда, когда отдельный рабочий сознает себя членом всего рабочего класса, когда в своей ежедневной мелкой борьбе с отдельными хозяевами и с отдельными чиновниками он видит борьбу против всей буржуазии и против всего правительства, только тогда его борьба становится классовой борьбой. Всякая классовая борьба есть борьба политическая. Эти знаменитые слова Маркса неверно было бы понимать в том смысле, что всякая борьба рабочих с хозяевами всего всегда бывает политической борьбой. Их надо понимать так, что борьба рабочих с капиталистами необходимо становится политической борьбой по мере того, как она становится классовой борьбой. Задача социал-демократии состоит именно в том, чтобы посредством организации рабочих, пропаганды и агитации между ними превратить их в стихийную борьбу против угнетателей в борьбу всего класса, в борьбу определенной политической партии за определенные политические и социалистические идеалы. Одной местной работой такая задача не может быть достигнута. Конец цитаты. В общем, здесь вот как это надо понимать? Вот в связи с тем, почему возник интернационал в то время, когда капитализм начал развиваться, и по всему миру он начал, хотим мы или не хотим, капитал, он объединял капиталистов. Он их объединял для того, чтобы эксплуатировать соответствующие районы, места, континенты, страны и так далее. Они делили. Если мир остается поделенным, а капитализм он живет лишь потому, что ему нужна прибыль, больше ему ничего не нужна. И когда, если мир поделенный, то другие капиталистические государства тоже хотят туда войти. И вот здесь вот получается, что идет борьба между группами капиталистов. Но класс капиталистов есть. И вот тогда вот и возник вопрос, если есть класс капиталистов, которые объединяют весь мир, то противовес борьбы с ними должен быть и класс пролетариев, который является могильщиком буржуазии. Вот отсюда уже с первых дней своей деятельности политической Маркс и Энгельс настаивали на том, чтобы объединить всех рабочих всего мира именно в борьбе с капитализмом. И помогать именно тогда, где какая-то критическая ситуация, революция, то непременно обязательно помогать всему классу пролетариата во всем мире. Вот это была задача главная именно коммунистов, которые должны были бы объединиться. Вот первая, конечно, попытка, ну, товарищество коммунистов, это было не то, что там международные были товарищества, это просто как бы первые зачатки партии коммунистов. И когда уже начали, вот вообще уже стали рассматривать о том, что вот революция в то время в Европе, в 1948 годах и так далее, она показала о том, что уже пора, необходимо уже тут, как говорится, организовывать всех коммунистов мира, чтобы все вместе навалиться на этот капитализм, который там, кстати, если помните, кто расстрелял вот этих, парижскую коммуну. Ведь не парижане расстреляли их, а соседнее государство. То есть капитал, вот он бьет по этим. Поэтому отсюда и должна была быть создана именно вот группа, партия, организация, которая и называлась бы интернационалом всего мира. Именно поэтому вот первое международное товарищество рабочих, это вот как раз что и было, вот это самое, это был первый интернационал. Он был создан в 1864 году. Вот в 1864 году в связи с тем, что в него входили и идейная разнородность организаций. Марс, ну в общем, то, что туда действительно, когда начали, вот создали в этом случае организацию, интернационал, объединили, Марс был первый, тот, кто организовал первый интернационал. Но там были действительно еще только зачатки, только начинались они развиваться. Там единой позиции не было. Но тем не менее, когда в 1872 году в Париже произошла вот эта революция пролетарская, и они там 72 дня, что ли, просуществовали, то интернационал, второй интернационал, в связи с тем, что... Первый интернационал, в связи с тем, что он-то и был создан в поддержку революционной борьбы, именно пролетарий, то он поддержал именно борьбу французов, то есть пролетарий Франции в их борьбе против капитала. Когда уничтожили именно вот эту революцию, задушили во Франции, реакция стала, как говорится, наступать и на представителей первого интернационала, который поддержал Парижскую коммуну. В этом случае было принято решение о том, что нужно распустить первый интернационал, чтобы спасти этих лидеров и так далее. Вот. Ну, надо просто сказать, что там действительно были разношерстные представители партий, особенно мелкой буржуазной. Марс очень сильно боролся против этого портунизма. Там было много течений. И мы знаем из истории, что все эти партии, социалистические, так сказать, они были на позициях мелкой буржуазии. Ну, погиб так погиб, как говорится, первый интернационал. Это история. Но, тем не менее, задача все-таки стояла о том, что классовая борьба, она требует создания класса пролетариата для того, чтобы бороться против класса капитала. И снова на повестку дня поднялся вопрос о том, чтобы создать второй уже интернационал. В этом случае Маркса уже не было умер. Эту задачу взял на себя Энгельс. Энгельс начал именно создавать эту партию. И в 1889 году был создан второй интернационал, который стал на почву марксизма. То есть, весь этот интернационал стал на почву марксизма. Но постепенно руководящие роли именно во втором интернационале завоевали именно ревизионисты. Дело в том, что там как бы революционная ситуация спала в то время в Европе. И как бы мирный такой переход был. И руководители некоторых социалистических партий попали в управление государством этих правительств соответствующих. То есть, так или иначе, они обуржуазились. Представители руководящих партий именно вот второго интернационала. В то время и наши там были. И, в общем, стояла задача о том, чтобы как-то повернуть все-таки второй интернационал в сторону революционности. Потому что интернационал, то есть, объединение всех компартий мира стояло на позициях того, чтобы как бы ликвидировать капитализм. А это только объединением надо. Мелкая буржуазия тут не подходит. Нужна революция, а не, как говорится, сотрудничество с буржуазным государством. И борьба нашла до тех пор, когда действительно, как было сказано, началась Первая мировая война, которая позволила маски снять у всех представителей. И они без всяких, так сказать, закоулок показали лицо, что она есть мелкобуржуазная, оппортунистическая была партия, второй интернационал. И в Ленину же стояло о том, что он говорит, нужно от нее дистанцироваться. Но это так и произошло, конечно. Ну а те распались. Просто сами по себе они распались. После того, когда появилась революция в России 7 ноября 1917 года, пример большевиков показал другим странам и социалистическим партиям в этих странах о том, что только коммунистическая партия, которая ставит задачу, что власть можно взять только лишь революционным путем, в мире стали появляться коммунистические партии, которые становились на позиции революционности своей деятельности. Вот они, когда стали, вот много партий появляться, в многих государствах. И тут возник вопрос о создании уже третьего интернационала. Но третий интернационал как раз должен был создаться именно на основе революционности. А это были все коммунистические партии. Именно поэтому третий интернационал и был назван коммунистическим интернационалом. Потому что все там были партии. Но также Ленин, конечно, вел большую работу для того, чтобы организационно, чтобы идеологически была эта вся деятельность направлена опять же в сторону революционности деятельности этого интернационала. И на повестку дня вопрос стал, было, как правильно сказано, что фашизм начал поднимать, как говорится, голову. Почему? Потому что действительно рабочий класс стал интенсивно завоевывать позиции, имеется в виду политические. И тогда действительно нужно было возродить фашизм для того, чтобы его, как бы фашизм, уничтожить это коммунистическое рабочее движение. И что? Да, они были созданы. Второй интернационал поставил задачу борьбу с этим фашизмом. Но он просуществил. Это было, как мы знаем, и сегодня это есть. С 1919 году он образовался. Конгресс в 1920 году первый прошел. Но просуществовал действительно до 1943 года. Почему? Потому что после этого все уже осознали, что коммунистические партии в этих странах, где они существовали и входили в состав Коминтерна, они уже довольно сильные. И сам Коминтерн иногда тормозил политическое развитие в некоторых партиях, где существовали сильные коммунистические партии. И тогда сказали о том, что давайте мы на этом распустим Коминтерн, третий интернационал, и будем мы как-то вместе встречаться уже на уровне партии. Вот в 1943 это закончилось оно. И я хочу сказать, что после распуска Третьего коммунистического интернационала, тем не менее, задача о том, чтобы объединять коммунистические рабочие партии, они все-таки на повестку дня стояли, они не отталкивали коммунистических партий, и они устраивали другие формы встречи. Ну вот первое, с 1947 по 1956 годы существовало так называемое информационное бюро коммунистических и рабочих партий. Ну туда входили всего 10 компартий, в основном европейских. Вот. Но оно опять же просуществовало, потом ликвидировалось. Вот. Само по себе тихо, потому что оно как бы не расширялось. Вот жестко было поставлено. И после его ликвидации, или распуска, так сказать, вот с 1957 года появилась новая форма объединения коммунистических партий. Это международное совещание коммунистических и рабочих партий. Вот они в Москве, ну если вы помните, проходили в 1957, 1960, 1969 годах. Вот это было в России, в Советском Союзе, в Москве они проходили. Ну в других странах тоже так было. Ну не обязательно там была периодичность, как говорится, постоянная. Там могли через два, через три года встретиться. Ну вот начиная с 1998 года международно проводиться стали международные встречи коммунистических и рабочих партий. И ежегодно. И мы, если вы помните, в прошлом году, не, обманываю, позапрошлом, уже 19-й, в 17-м году это был 19-й международная встреча коммунистических и рабочих партий в Москве, связанная со столетием. И в прошлом году, в ноябре месяце, в Греции проходил 20-й международной встречи коммунистических и рабочих партий. Показала вот эта встреча, вот последние два коммунистических вот этих движений, ну это встречи, объединения, так сказать, коммунистических партий всего мира, они показали о том, что там нет единства мнений. Понимаете? Нету. Одни вот ставят задачу о том, что, мол, очень важно входить в правительство, ну как еврокоммунизм этот был, входить в правительство коммунистам, коммунистическим партиям, и, как говорится, в этом случае делать хорошее дело для пролетариата. То есть создавать благоприятные условия для того, чтобы их лучше эксплуатировать. Вот это отвергается многими, а другие говорят, что нет. Все-таки при этом, хотя, говорят, можно, но другие им говорят, а как могут жить вместе эксплуататоры и эксплуатируемые? Ну нельзя же объединять необъединимое, если там идет борьба. Потом вопрос о коммунистической партии Китая. Одни говорят, вот, надо брать образец, великолепный образец, а другие говорят, вы что, смеетесь? Там капитализм, и нельзя, как говорится, строить. Да, компартия, она в руководстве, но, тем не менее, капиталистические элементы там развиваются. Неизвестно, что будет завтра. И основной вопрос, который, вот, нет единства мнений, это в том, что многие там тоже говорят, можно через парламент завоевать, как говорится, социализм победить, а другие это отрицают. Они говорят, что парламентский путь, он противоречит учению марксизма-ленинизма. Он противоречит, действительно, тому интернационалу, которые были, создавались. Ведь там говорили о том, что власть можно взять только лишь революционным путем. И это, вот, тоже у них, одни говорят, да, другие говорят, нет. Но, вот, сегодня те, кто за революционный путь, их меньшинство. Все, это связано с тем, что руководство Компартий, они находятся в управлении государством, в форме парламента. Они все туда. А раз там, значит, они сотрудничают с буржуазной властью. Поэтому нет возможности, как говорится, их сдвинуть на революционный путь. Ну, и в частности, вот у нас КПРФ, мы уже это видим, что они в парламенте принимают законы, стараются это, но ни одного слова о революционности у них не проходит. Боятся. Они говорят, нас тогда могут закрыть. Значит, что получается? Они врослись в нынешнюю буржуазную систему и не хотят ее менять. Потому что зарплата хорошая, место теплое. Ну, а рабочий класс подождет. Еще революционной ситуации еще нет. Ну, боже мой, елки зеленые. Марс и Энгельс и Ленин они говорили о том, что революционная ситуация составляет три основных, как говорится, компонента. Первый, как говорится, трудящиеся уже не могут, вернее, не хотят жить по-старому. Это первое. Второе, что буржуазия уже не способна управлять или эксплуатировать старыми методами. и третье, вот для революционной ситуации, это должно быть, ну, как говорится, интенсивное движение пролетариата за свои интересы. Так вот, у нас сегодня, хотя вот в России, ну, такое, что уже многие говорят, и КПРФ, она довольно много рассказывает о том, что, во-первых, не могут управлять нынешние правительства, его надо в отставку. Мы уже это много слышали. А низы говорят, мы так жить не можем уже, тяжело нам. Остается вот последний пункт, это как бы начинать действие в развитии вот движения трудящихся масс пролетария. Вот этого никто не делает. Да, мы объясняем, хорошо объясняем, я имею в виду КПРФ, я сам член КПРФ, объясняем, хорошо, показываем, критикуем нынешнюю вот власть. Но самое главное, что мы ничего не хотим делать для того, чтобы прийти к рабочему классу и объяснять ему, чтобы он в свое сознание внес того, чтобы только революционно можно изменить жизнь для себя, имеется в виду, к лучшему. Никто нам не принесет золотой каемочке вот эту свободу, эту жизнь. Ведь в интернационале ведь просто по-русски написано, никто не даст нам избавление, ни Бог, ни царь и ни герой. Добьемся мы освобождения своей собственной рукой. И сегодня, если мы посмотрим в мире, действительно, капитализм уже скинул маску именно, как говорится, права человека, демократии. Ну, мы видим по Европе, по Америке, вот это все мы на наших глазах. сегодня актуальный вопрос стоит о том, что коммунистические движения должны быть, как говорится, единою, объединить, опять как бы в виде интернационала, в виде вот движений вот этих объединений. На основе чего? Как их объединить? И вот здесь у меня такое предложение, да вот почему я и говорю, что вы молодцы. Нужно обсуждать, изучать, анализировать работы классиков марксизма и ленинизма, где они четко выводят выводы о революционности только лишь победы социализма, о революции. Все работы публиковать и в правде, и в правде Приморье, и Трудовой фронт, и везде. Вот тогда, попадая руки многим, изучая их, они поймут, что это такое. А это должно быть теперь во всем мире. Поэтому сегодня актуальный вопрос о том, чтобы опять из архива выточить, как говорится, лозунг, который Марс и Энгельс в свое время выдвинули. Пролетарии всех стран соединяйтесь. Сегодняшний семинар у нас, как уже говорили предыдущие ораторы, посвящен столетию Коминтерна. Я бы хотел рассказать и тезисно зачитать именно выступление Ленина на первом конгрессе Коминтерна 2 по 6 марта, а также рассказать о принятой резолюции на данном конгрессе. Открывая первый конгресс Коминтерна, Ленин выступая говорил «Товарищи, наше общее собрание имеет великое всемирно-историческое значение. Оно доказывает крак всех иллюзий буржуазной демократии. Ведь не только в России, но и в наиболее развитой капитализации в странах Европы, как Германия, гражданская война стала фактом. Буржуазия испытывает безумный страх перед растущим революционным движением пролетариата. Это станет понятным, если мы примем во внимание, что ход событий после империалистической войны неизбежно способствует революционному движению пролетариата. Что международная мировая революция начинается и усилиться во всех странах. Товарищи, я думаю, что после событий в России и после январской борьбы в Германии особенно важно отметить, что и в других странах прибавилось к жизни и приобретает господство новейших форм движения пролетариата. Сегодня, например, я читал в одной из антисоциалистических газет гражданное сообщение о том, что английское правительство приняло бирмингенских совет рабочих депутатов высказало готовность признать советы как экономическую организацию. Здесь хотелось бы сделать небольшое отступление. Мы все должны понимать, что это 19-й год, в России идет еще гражданская война, но уже фактически исход был ясен, хотя тяжелое положение все-таки складывалось, но в результате этой гражданской войны мы должны помнить, что рабочие всего мира нам помогали. Докеры в Англии, когда английские солдаты здесь проводили свою интервенцию, бастовали и мешали доставке грузов. Германии тоже также рабочие бастовали и помогали большевикам в борьбе с белым движением и контрреволюцией. По ходу выступлений и докладов были подготовлены тезисы Ленина. Я тоже их зачитаю, но зачитаю не все, их всего 22 штуки, но я зачитаю те, которые, возможно, чем-то актуальны на сегодняшний момент. Потому что это все-таки нас больше интересует. Поэтому зачитаю их кратко, но стараюсь быстро. Рост революционного движения поэт-это во всех странах вызвал судорожный потуг буржуазии и ее агентов рабочей организации найти идейно-политические доводы защиты господства эксплуататоров. Среди этих доводов особенно выдвигаются суждения демократуры и защиты демократии. Это, кстати, нам очень знакомо сейчас, особенно Америка любит прибегать, что, мол, демократию обижают, демократии нет, Ливия, Ирак. Второй тезис. Прежде всего, этот довод оперируется с понятием демократии вообще и демократуры вообще, не ставя вопрос о том, о каком классе идет речь. Такая внеклассовая и надклассовая якобы общенародная постановка вопроса есть прямой издеватель над основным учением социализма. Именно учение о классовой борьбе, на котором основывается и признается на деле, забывается социалисты, пришедшие на сторону божьей. Ибо ни в одной цивилизованной капиталистической стране не существует демократии вообще, а существует только буржуазная демократия. И еще идет в нее диктатуру вообще, а диктатуру угнетенного класса. То есть прострятом угнетаемым и эксплуатированием, то есть буржуазией, в целях преодоления сопротивления, которое оказывают эксплуататоры в свое господство. Третий тезис. История учит, что они, что ни один угнетенный класс никогда не приходит к господству и не мог прийти к господству, не переживая период диктатуры. То есть завоевание политической власти насильственное подавление самого отчаянного, самого бешеного, ни при каким преступлением не останавливающегося сопротивлением, которое всегда оказывает эксплуататор. Буржуазия, господство, которое защищают теперь социалисты, говорящие против диктатуры вообще, расценивающие за демократию вообще, завоевание власти в передовых странах целого ряда восстаний гражданских войн. Есть краткий отступив, мы даже напомним, что прежде чем буржуазная демократия победила, буржуазия свергла путем революции, именно революции, не выборов или там каких-то реформ, а именно путем революции большинства передовых стран, феодальный строй и монархию. Есть, помимо того, что и прочее, надо еще сделать за подступление, помимо проходящего первого конгресса интернационала в Коминтерном. Параллельно проходил такой же конгресс, как называемый желтый интернационал социалистов. По-моему, в Швейцарии, если не ошибаюсь. Поэтому здесь Ленин часто делает отступление, упоминая о социалистах. Еще один очень важный пункт, это значение коммуны состоит в том, что она сделала попытку разбить, разрушить до основания буржуазный государственный аппарат, чиновничий, судейский, военный, полицейский, заменив его самоуправляющей массами организованных рабочих, который не знал разделения законодательства и исполнительной власти. Все современные буржуазно-демократические публики, в том числе германские, которые, изменники социализма на спешку над истинным, называется полиэтажской, сохраняют этот государственный аппарат. Здесь нужно упомянуть, что сейчас, как мы понимаем, Коминтерн уже далек от нас, но для нас есть пример, это Советский Союз, и мы должны основывать уже, как бы, где Ленина был Коминтерн, для нас, Советский Союз, и мы должны на понимании устройства Советского Союза уже сделать для себя выводы сегодня. Именно на его устройстве, на устройстве советской власти делать дальнейшие выводы и развитие идей коммунизма и интернационализма. Еще очень важный пункт, который затрагивается и относится к современности, это свобода собраний. Свобода собраний можно быть взята за образец требования чистой демократии. Всякая сознательная рабочая, не провождая со своим классом, поймут сразу, что было бы не Еппо обещать свободу собрания эксплуататорам на тот период и в тот обстановке, когда эксплуататоры оказывают сопротивление их свержения и становение своего привилегия. Буржазия, когда она была революционной, ни в Англии в 1649-го года, ни во Франции в 1793-го года, не давала свободы собрания монахистам и дворянам. С другой стороны, рабочие прекрасно знают, что свобода собраний даже в наиболее демократической буржуазной республике есть пустая фраза, ибо богатые имеют все лучшее общественные частные здания в своем распоряжении, а также достаточно досуга для собраний и охраны их буржуазных аппаратов власти. Тут дальше зачитывать не буду, но вкратки вернусь к современности. Мы сами понимаем, когда затрагиваются какие-то важные вопросы, касающиеся экономических интересов нашей же местной буржуазии, допустим, строительство ядерного завода по переработке ядерных отродов. Затрагивая интересы наших капиталистов, они там собираются получить какую-то там прибыль, они всячески отказывают проведение митингов, собраний, пикетов, искали любые способы отказать. Это вот современный пример. Такой же пример современный, это когда через предателей социализма пытались вывести рабочих тоже на демонстрации и митинги, дабы самых активных рабочих вывести из этого движения. Тоже вот одна со стороны. Такие пример на самом деле много, когда вот именно сейчас касается свободы собраний, когда власть, допустим, тот же, когда присоединился Крым, да и они тут проводили празднование. Ну, ни по каким нормам буржуазного законодательства они не могли подать уведомление на митинг провести. Один Россия проводила. То есть оно никак не успело ни в каким впадать, но проводило. То есть когда нужно глубоко нашей буржуазии капиталистам провести какую-то свою акцию, они ничего из законодательства спокойно проводят. И потом задним часом говорят, что вот мы заранее подали, знали. Но тут нужно понимать, что иногда понимая страх, вот пример даже тоже свобода идут на уступки только из-за боязни революционной создания революционной ситуации. Это пример, когда в сентябре около администрации города собралось поначалу не меньше по 3 тысячи человек. Тогда они не решились пойти на Киева действия. Взятие выступления Ленина были приняты резолюция, я ее кратко тоже зачитаю, ну и кое-где сделаю небольшие такие отступления. Резутся к тезисам об буржуазной демократии и диктатуре пролетариата. На основании этих тезисов и догладов делегатов различных стран Конгресса Коммунического интернационала заявляем, что главная задача Коммунической партии во всех странах, где еще не существует советская власть, заключается в следующем. Первое. Выяснить широким массам рабочего класса историческое значение политической и исторической необходимости новой пролетарской демократии, которая должна быть поставлена на место буржуазной демократии и буржуазной параметаризма. Второе. Распространение и организации советов среди рабочих всех отраслей промышленности среди солдат, армии и флот, а также среди батарьков и бедных крестьян. Третье. Третье. Основание внутри советов и прочного коммунистического большинства. То есть, это те основные резолюции, три основных пункта резолюции первого Конгресса интернационала. Они довольно ясны и понятны, потому что в основном на этих трех пунктах действовали большевики. То есть, они всячески пытались, чтобы появилось у рабочих осознание, в дальнейшем найдя форму диктатуры пролетариата в форме советов, в которую всячески старались, чтобы было большинство коммунистов, чтобы советы могли взять власть. И хочется закончить заключительной речью при закрытии первого Конгресса третьего интернационала 6 марта Ленина. Если нам удалось собрать, если нам удалось собраться, несмотря на все полицейские затруднения и преследования, если нам удалось без существенной разноклассии в короткое время вынести важное решение по всем живопотребляющим вопросам современной революционной эпохи, то это благодаря тому, что пролетарские массы всего мира практически поставили все эти вопросы в порядок дня своим выступлением начали их практически решать. Нам пришлось здесь записать то, что массы уже завоевали свои революционные борьбы. Не только восточноевропейских, но и в западных европейских странах. Не только в странах побежденных, но и в странах победительницы, как, например, в Англии. Все дальше и дальше распространяется движение в пользу Совета. Это движение есть не что иное, как движение с целью создания новой пролетарской демократии. Но оно самый значимый шаг вперед к диктатуре пролетарской полной победе коммунизма. Пусть буржуазия всего мира продолжает нивствовать, пусть она изгоняет, сажаясь в тюрьму, даже убивает спартаковцев и большевиков. Все это ей больше не поможет. Это послушает лишь к просвещению Маск, освобождению от старых буржуазных демократических процессов передрассудков и к заколению их в борьбе. Победа пролетарской рульси во всем мире обеспечена. Идет основание международной Советской Республики. Но тут мы должны понимать, что это 19-й год. Во многих странах назрело революционные события. К сожалению, в той же Германии, где были революционные события в Баварии, где даже образовалась республика, которая существовала правда недолго. Но из-за действий предателей движения это революционное пошло на спад. Что еще? Самое главное надо понимать, что основание Коминтерна Третьего Национала требовало время и необходимость, которая назрела. Как уже сказали предыдущие ораторы, второй интернационал себя изжил, полностью доказал свое предательство коммунистическим идеям. Создаваем Лениным Третий интернационал. Сложение просуществовал до 1943 года, был распущен Сталином, по причинам понятным, необходимости шла Великая Отечественная война, нужна была поддержка все-таки борьбе с фашизмом Англии и Америки, которые настаивали и боялись действий Третьего Интернационала. О том, что ругали Второй Интернационал, мы сегодня упомянули, да, и знаменитая работа Ленина по поводу ренегата Каутского, с одной стороны, с другой стороны, Сталлина, которого мы недавно разбирали. Я тоже хочу поругать Третий Интернационал для разнообразия. В любой положительной идее о создании союза левых партий есть свой отрицательный момент. И пару слов как раз об этом. У нас здесь портрет, это Отто Вильгейм Льмович Кусинин. По-фински это будет чуть-чуть по-другому зазвучать, но по-русски так привычнее для нашего уха. Есть памятник у нас ему в стране. Он был одним из лидеров Каминтерна, практически бессмертным, от самого начала до самого конца, до самого 43-го года. И после 43-го года он в том числе занимался значительной деятельностью. Он был финн, изначально он состоял в социал-демократической партии Финляндии, но после известных событий 1905-1907 года был выбран в финском сейме, то есть тогда это был парламент, грубо говоря, финский отдельный. Напомню, Финляндия в составе Российской империи сходила, но она была под личной унией государя, то есть это вроде как автономия, вроде как своя отдельная республика, но она в составе. В общем, он сидел, занимался потихоньку парламентской деятельностью, тут Первая мировая, тут революция и самое интересное. Финские большевики активно участвовали в русской революции 1917-го года и фактически взяли власть Финляндии, но в этот момент во-первых приезжают добровольцы, в том числе и финны, которые воевали, участвовали в Первой мировой войне, а во-вторых высаживается немецкая дивизия и большевики финские терпят большое поражение. Практически все из них были уничтожены физически, а вот наш товарищ Кусинин, который нам не совсем товарищ, он как раз вовремя оттуда успел сбежать и сбежал в Петроград, потом в Москву и соответственно в Москве его посадили заниматься коминтерном. Второй его такой крупная роль, когда он сыграл, это соответственно война советско-финляндская, когда советское правительство попыталось создать альтернативное правительство Финляндии и как раз товарищ Кусинин его возглавил. Правда идея немножко провалилась, но за счет того, что Советский Союз часть Финляндии отрезал, была создана Карельско-Финская СССР, где он и был главой. Кроме самой работе в Коминтерне Кусинин еще занимался теоретической работой, в том числе и в Академии наук. Он был академиком, у него там всевозможные награды. Чем он так сказать интересен мне был в данном случае, почему я именно взял его для доклада. Дело в том, что старый социал-демократ изначально, кем он и был, который к большевикам примкнул только в качестве попутчика, он пытался марксизм чуть-чуть изменить под свое немножко виднее, под социал-демократическое. В чем это было выражено? Он был редактором учебника «Основы марксизма-ленинизма». И в этом учебнике в теоретическом сугубо он выдвинул тезис о том, что государство диктатуры пролетариата, то как раз когда временно Сталина, которая была собственно проволгозглашена в том числе и в программе партии, он его заменил на то, что эта диктатура пролетариата переходит в общенародное государство. Это теоретическая вставочка, как раз потом и была озвучена на 20-м, потом 21-м съезде и соответственно в программе партии КПСС была изменена в 61-м году. Тогда у нас официально Советский Союз заявил о том, что он отказался от диктатуры пролетариата и перешел к общенародному государству. Тому самому общенародному государству, которое еще в свое время было высменено Энгельсом, что государство существует только как аппарат насилия одного класса на другом. А если классов нету, то это уже не государство. Аналогию хитрую Энгельс приводил, что это жареный лед. Такого не бывает. Собственно, опять же, если мы берем от Энгельса чуть позже Ленин, что писал Ленин, что диктатура пролетариата сохраняется до полного исчезновления классов. То есть, когда классов вообще не станет. Когда сотрутся различия между городом и деревней, между людьми физического и умственного труда. До тех пор диктатура пролетариата должна сохраняться. А Кусинин в данном случае написал теоретическую работу, которую он обосновал. Так и так, типа, не надо нам диктатуру до конца, нам надо общенародное государство для всех, рано. Зачем диктатура? Диктатура это плохо, это нехорошо. Мы ее поэтому уберем. Собственно, она и была убрана в 61-м году из программы партии. соответственно, после этого роль рабочего класса сходила все больше и больше на нет до 91-го года. К сожалению, я данный вопрос далеко не раскопал, но, в принципе, если может, кто заинтересуется, может почитать. Многие исследователи судьбы данного товарища проводят интересные факты того, что, во-первых, он был связан с Андроповым. То есть, Андропов был в его команде и он его активно продвигал. А, соответственно, Андропова делается мостик, перекидывается, что после Андропова у нас стал Горбачев. Да, Горбачев, которого как раз в том числе и, так сказать, последователь, ученик Кусина. Вот такая фигура. Если кого заинтересовало, прошу, изучайте глубже. В общем, я хотел сказать про современное положение на международной обстановке, как у нас сейчас обстоит дело с нечто подобным интернационалом. Первый, второй, третий, это, конечно, хорошо и здорово, но меня больше интересует, что у нас сейчас есть по факту, насколько он нужен, насколько он возможен и насколько он вообще актуален как форма. Изучая международную обстановку сегодняшнюю, я бы выделил три течения, которые могут претендовать на звание современного интернационала. Вообще, если говорить, то формально у нас сейчас есть интернационал и даже не один. Так называемые течения четвертых интернационалов, которых сейчас есть несколько, которые формально являются продолжением третьего коммунистического интернационала, но там есть проблема то, что, во-первых, их несколько и все называют себя вот самым-самым коммунистическим. Поэтому говорят о нескольких четвертых интернационалов и, что характерно, все они тратцисты. Это первое течение, о котором я хотел сказать. Второе, это формально не интернационал, это те международные встречи, о которых говорилось во втором докладе. это по сути объединение коммунистических партий бывшего СНГ и некоторых других, которые принадлежат так называемой классической традиции. Это компартия Греции, компартия формальной Франции, Алжир какой-нибудь, бывшие колонии, естественно. В качестве представителей этого течения можно назвать у нас РКРП. Они туда периодически ездят, выступают с докладами, выдвигают каких-то своих ораторов, взаимодействуют как-то. И примером их деятельности можно назвать конференцию Октябрь 100, которая проходила у нас год назад к столетию Октябрьской революции. Это второе течение, о котором я хотел сказать. Формально оба этих течения я бы обозначил их как скажем так остаток старой традиции. То, что существовало во времена СССР, это по сути эти движения существовали во времена СССР и сейчас они находятся на завершающей стадии своего жизненного цикла, если можно так сказать. Это остатки было увеличено. С другой стороны, у нас есть некоторое количество левых организаций, которые не входят в первые перечисленные движения, которые почему-то все игнорируют. Про них я, собственно, хотел поговорить подробнее, потому что мы должны анализировать текущий исторический контекст, и так же, как Ленин в 1905 году сначала не придал роли возникающим советам, возможно, мы сейчас рискуем проморгать что-то действительно важное, которое уже сейчас зарождается и которое потом станет доминирующей формой. Это так называемые социалистические формы, которые проходят с начала 2000-х. Зародились эти формы как попытка теоретически осмыслить движение антиглобализма или, как его еще называют, альтерглобализма. После распада СССР в начале 90-х мир, так сказать, вышел из своей стабильной равновесия и начал, грубо говоря, меняться. Сначала это привело к доминированию США 90-х как ответ на проводимые реформы, которые проводились в середине 80-х на глобальном уровне, по мере того, как в СССР возвращалась перестройка и гегемония переходила к американскому блоку. Как ответ на эти реформы и доминирование невлибералов, возникло движение противодействия этому. Это, собственно, как у нас их называют антиглобалисты, на самом деле это альтерглобалисты. То есть они выступают не против глобализации как таковой, они возникают против той формы глобализации, которую нам навязывается США и, так сказать, подручную. 90-е прошли под стихийной, можно сказать, борьбой против навязываем политики, которая выражалась, например, в попытках помешать конференции, ну, известных даоских форум, как пример, его неоднократно пытали сорвать и им подобное. К началу 2000-х возникло понимание, что нужно как-то осмыслить опыт прошедшего десятилетия, поэтому начали собираться такие социальные форумы. Отличие их, ну, их нельзя назвать интернационалом в полном смысле, потому что если они что-то напоминали, то это вот самый-самый первый интернационал, который ну, как бы собираются большие массы людей и не совсем понимают, чем они сейчас будут заниматься. Но всех их собрало желание как-то поделиться опытом, поговорить на эту тему и как-то этот опыт упорядочить и скоординировать. Движение достигло своего пика в начале двухтысячных, конкретно первой-второй годы, потом постепенно пошел на спад и, скажем так, полностью разложилось уже к середине нулевых, это пятые-восьмые годы. Тогда эти форумы постепенно прекратили собираться, с каждым следующим форумом его организация была все хуже, количество делегатов все меньше, тем и все банальнее, можно так сказать. Связано это в первую очередь с тем, что революционный подъем международный, который у нас имелся в 90-х, постепенно пошел на спад, соответственно, вместе с ним упала актуальность в таком форуме. То есть все, что можно было, уже обсудили. Дальше началось переливание из пустого в порожнего, и люди постепенно просто стали туда не приезжать, потому что по пятому разу обсуждать одно и то же как-то неинтересно. Но сейчас у нас после относительного периода затишья десятилетия, сейчас у нас снова пытаются возродить это движение в связи с тем, что американская гегемония, она все больше утрачивает свое влияние над миром, где-то начинает открыто бунтовать, как, например, в Греции. Постепенно таких революционных очагов становится все больше и больше и больше, но пока они не вылились ни во что, какие качественные изменения пока мы не наблюдаем. Но, тем не менее, есть новый опыт, который стоит осмысливать, поэтому актуальность в таких движениях сейчас будет нарастать. Этот революционный подъем, он должен осмысливаться как сообществом четвертых интернационалов, так и, так сказать, движением Солиднет, это вот второе движение, которое я называл, куда входят коммунистические партии. Но, читая их материалы по тему с этой конференции и некоторых других, я, честно говоря, не увидел как такового обсуждения вот этих новых революционных всплесков, как, например, движение 90-х, движение желтых жилетов, как сейчас происходит во Франции. Хотя, в принципе, они там должны быть. Если кто-то и пишет на эту тему, то там такие общие слова, дескать, трудящиеся, вот, борются за свои права, но никаких конкретных приложений не выдвигается и никаких, так сказать, выводов не делается. Ну, какие выводы я хотел, чтобы там были видны, например, правильно они делают, неправильно, какие у них ошибки теоретические, как им можно помочь там направить, так сказать, в более правильный теоретический РУС, там ничего этого нет. По крайней мере, в тех материалах, которые были мне доступны. Мы сейчас живем в интересное время, когда два предыдущих движения, которые теоретически могли бы дать осмысление нынешним событиям, они, ну, будем говорить, прямо показали свою теоретическую недееспособность, а новое движение, которое могло бы их осмыслять, пока находится в стадии становления и еще недееспособно. мы живем в таком промежутке, когда у нас старое еще не окончательно разложилось, а новое еще не успело возникнуть. Поэтому я считаю, что у нас все впереди, ближайшие десятилетия, мы увидим, ну, хотелось бы, чтобы это был третий интернационал, но хотелось бы, чтобы это достигло хотя бы уровня организации второго, в лучшие свои годы, потому что сейчас нет даже этого. И последнее, что я хотел сказать, эти форумы проводятся достаточно регулярно, следующий по ближайшей, точнее, будет в мае этого года в Петербурге, это международный форум, но по составу там будет, скажем так, примерно то же самое, что на нечто среднее между первым и вторым интернационалом, то есть там с одной стороны будут сядки социал-демократы, еврокоммунисты, кто-то из профсоюзников, экологи, то, в общем, такая сборная солянка, которая стоит на оппозиции, ну, нужно что-то делать, но еще не доросла до идеи революции, скажем так. Поэтому ситуация сложная, интернационала как такового сейчас у нас нету, но есть надежда, что она в ближайшее время появится. В ближайшее время это десятилетие. На этой оптимистической ноте я хотел бы закончить.